Небольшой заводской музей Балаковского филиала АО «Апатит» превратился в настоящую Академию Плодородия. Удобрением для такого роста стали энтузиазм сотрудников и стремление заразить химией как можно больше жителей и гостей Балакова. Мы объявляем интерактивно-познавательный центр Академии Плодородия в городе Балакова открытым! По большому счету это уже и не музей. Это современный интерактивно-познавательный центр с множеством экспонатов. Подобные центры работают на площадках всех предприятий группы Фосагра. Открытие Балаковской Академии Плодородия состоялось в минувшую пятницу. У нас было время, чтобы мы продумали визуализацию каждого экспоната, чтобы мы продумали логику экскурсионного маршрута. Мы продумали весь информационный контент, начиная от каждой буквы, каждой таблички, заканчивая интерактивным наполнением. Здесь кругом химия, но не сложная и не интересная, как в некоторых учебниках, а очень увлекательная. Посетители могут побывать в виртуальной лаборатории, примерить на себя профессии предприятий Фосагра, познакомиться с социально-благотворительными проектами компании, узнать о производстве минеральных удобрений, послушать рассказ экскурсовода и получить ответы на самые разные вопросы. Например, сколько вы весите в лотах, в честь кого названы химические элементы и как выглядит минерал ломоносовит. Впрочем, почетные гости, которые первыми побывали в Академии Плодородия, и сами кое-что могли бы рассказать об экспонатах, особенно об апатитовой руде. Зеленоватая, это богатый фосфором. Фосфором, где потемнее, это алюминий. В центре несколько залов, которые рассказывают посетителям об основных вехах развития Балаковского филиала АО «Апатит», о богатой агропромышленной истории нашего города Балакова, некогда хлебной столицы Поволжья. Стояли огромные амбары с зерном, и за один сезон у нас отходило от наших пристаний до 10 миллионов кудов хлеба. Есть здесь и интерактивная лаборатория, и зал для проведения занятий, лекций, мастер-классов. Но главная задача Академии Плодородия – не развлечь, а завлечь химией. Сегодня такие музейные центры, они не только просвещают, они формируют корпоративную культуру, они позволяют молодежи регионов принять правильный профессиональный выбор и стать в один строй с людьми, которые уже много лет формируют эту отрасль. В компании Фосагра ведется большая профориентационная работа, конечным результатом которой должен стать приток молодых кадров на предприятия. На это нацелены и развитие Фосагрошкол в регионах присутствия, и взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования, и целевые направления в лучшие вузы страны, и вовлечение в спорт и творчество в рамках программы «Дрост» – «Детям России. Образование. Здоровье. Духовность». Пятым очень важным элементом в этой системе – это являются наши музеи, потому что это не только память о наших ветеранах, о том, как строилась, развивалась площадка. Очень важно, чтобы он работал для подрастающего поколения, для школьников, заинтересовать учащихся химией по направлению естественных наук, но в будущем заинтересовать и производством, чтобы они в перспективе пришли работать в нашу компанию. Посетить интерактивно-познавательный центр могут жители и гости нашего города совершенно бесплатно. Академия плодородия работает по будням с 9 до 17 часов, в пятницу до 16 часов. Узнать о мероприятиях и записаться на групповую экскурсию от пяти человек можно по номеру 49 47 47.